здравствуйте дорогие мои коллеги садоводы сегодня наш с вами урок нашей любимой дачной академии август посвящен газону как же сделать красивый ухоженный газон многие думают что это очень просто скажу вам что это не так нельзя просто так схватиться за газонокосилку или триммер и побежать косить траву сначала нужно внимательно посмотреть наше с вами поле деятельности и если мы вдруг увидели крупные сорняки берем корни удалитель и аккуратно начинаем этот сорняк удалять если у вас много крупных сорняков или площадь газона слишком большая берем с вами чудесный препарат деймос от сорняков на газонах который убьет все двудомные сорняки а все злаковые наши с вами газонной травки останутся расти это препарат выборочного действия я уже его испытала на своем газончике вы видите что у нас нет ни одного сорного растения газончик подстрижен и ухожен следующие моменты не косите в яркую жаркую солнечную погоду когда ярко светит солнце вот сегодня погода ну прям так и просит бери газонокосилку и иди косить кстати обращу ваше внимание если у вас газонокосилка вот с таким травосборником как у меня то это идеальный вариант но если у вас триммер то нужно обратить внимание вот на что если вы скашиваете траву в жаркую сухую погоду сразу траву скошенную не убирайте травосборник он сам уже ее соберет и кстати вот эту травку очень хорошо использовать в качестве мульчи дальше расскажу как и так травку триммером скосили и оставили ее на солнышке когда трава подсохнет можно ее уже убрать таким образом мы с вами защитим скошенный газончик сразу вот от яркого палящего солнца если погода вот такая сыроватая и дождливая хотя дождливую погоду понятно что мы косить не будем всегда нужно дождаться чтобы после дождя травка просохла но если влажность высокая травка чуть-чуть вот такая влажноватая то такую траву нужно сразу убирать потому что скошенная трава даст плесень будут разные микробы нам это не нужно и газон будет не таким ухоженным чтобы газон был очень хорошим нужно делать покос газона в летний период времени один раз в 10 дней и в осенний период времени один раз в две недели а самый первый покос мы не сильно скашиваем травку хотя бы оставляем 5-7 сантиметров потом можно уже косить чуть ниже чтобы добиться эффекта ровного красиво стрижного газона меняем направление работа с газонокосилка сначала мы идем вдоль потом идем поперек и тогда у нас с вами всегда будет красивый ухоженный газон и вот теперь я вам расскажу как только вы собрали скошенную траву есть у вас запас травы идите во фруктовый сад к ягодным кустарникам саженцам земляники и даже в розарий любые декоративные кустарники все можно мульчировать травой есть некоторые особенности мы с вами мульчируем не растения а почву вокруг растений потому что почва не должна быть раздетой мы же с вами одеваемся и почва должна быть всегда одеты в данном случае она у нас одета газоном очень красивым изумрудным кстати всегда считала что душа любого сада это красивый изумрудный газон так вот скошенной травкой тонким слоем засыпаем землю вокруг наших насаждений как только первый слой подсох на следующий покос можно делать 2 таким образом у вас к осени будет очень хорошая плотная подушка которая сохраняет влагу в почве рыхлить под ней не нужно сорняков тоже намного меньше и растений не перегреваются от жаркого палящего летнего солнца это еще одно преимущество а осенью можно запахать все это в землю и у нас с вами получится еще и хорошее удобрение так что действуйте берите газонокосилку корни удалитель препарат деймос и вперед на наши изумрудные газоны деймос деймос Продолжение следует...